Отдохнуть на лоне природы любят многие горожане, однако не каждый решится отказаться от привычного комфорта насовсем. Но находятся те, кто переезжает в сельскую местность и даже возрождает некогда покинутые поселения. В городе поздняя осень, неуютно и сыро, а здесь, буквально в 30 километрах от Альметьевска, настоящее снежное царство. Когда первые городские жители перебрались в экологически чистый район, в ближайшем поселении оставалось всего 3-4 дома. О жизни в деревне Альметьевец Павел Зеленов мечтал давно, а несколько лет назад он все же решил отказаться от привычного городского уклада. Программист крупной компании уволился с работы и перевез семью из Альметьевска в деревню. Здесь же начал возводить дом будущего из соломы. По его мнению, природные материалы не вредят здоровью и лучше берегут тепло. Основная причина – это экология. У нас по онкологии Альметьевска почти на первом месте по Татарстану. Мне 47 лет. Уже хочется пожить в деревне, пожить в чистом месте. Здесь у нас лес вокруг. Каркас дома построен из деревянных балок. Вместо традиционных бетонных блоков и кирпичей он использует тюки из ржаной соломы. Необычен и фундамент дома. Он обычный ленточный фундамент, но там залита плита, я ее называю как бы висячей, она висит, не задевает ни фундамента, не лежит на земле, она лежит на пенопласте. И в принципе, как раз теплопотери от нагрева пола, они будут минимальны. А также отличает дом его необычное расположение. Да, дом стоит относительно дороги, примерно 45 градусов. Это все просто чисто по компасу стоит. Север, юг, восток и запад. Когда я именно взял компас руки, оказалось, что временной тоже у нас интервал. Мы, например, по московскому времени живем. На самом деле не в 12 часов, а в час дня здесь полное, ну, как сказать, солнце, можно сказать, зените. Дом будущего – это далеко не все, что хозяин дома планирует разместить в экологически чистом районе. На гектаре земли будет построено фермерское хозяйство. Это часть проекта экотуризма. Почему? Ой, сейчас у нас с экологией, опять же, с продуктами очень тяжело. Например, фабричное яйцо, например, отличается от яиц, которые куры просто гуляют. Ну, прямо на порядок и по вкусу, и по качеству. А у меня в планах построить еще биовегетарий и в планах построить большой птицеферму. Начало уже положено. Сотни кур – это первые обитатели будущей птицефермы.